Москвичи могут пожертвовать жителям Курской области баллы программы «Миллион призов». Ресурс проводит такую акцию при поддержке российского Красного Креста. Причем количество переводов не ограничено. Кроме того, можно помочь продуктами, одеждой, лекарственными и предметами личной гигиены. Все это принимают в пунктах сбора с единым названием «Москва помогает». Елена Любимова расскажет далее подробности. На полках крупы, макароны, консервы, средства личной гигиены. Все это принесли неравнодушные москвичи. Товары первой необходимости скоро отправят пострадавшим в Курской области. Принесла для жителей Курской области гигиенические средства, потому что считаю, что, естественно, они всегда нужны. Ранее помогала, приносила гречку, крупу, соответственно, какие-то продукты питания. Вот сегодня принесла средства личной гигиены. Я принесла товары первой необходимости. Это подгузники для деток. И мы все-таки живем в одной стране, и нужно помогать людям и ближним. Я стараюсь помогать, приношу гуманитарную помощь по возможности. Я в штаб по сбору гуманитарной помощи прихожу уже не первый раз. Вчера я приходил и приносил средства личной гигиены для пострадавших, тех, кто находится в Курской области. Сегодня у меня немножко другое. Сегодня я принес краски и гуашь для детишек, чтобы они немножко разнообразили свой досуг. Гуманитарную помощь от горожан принимают ежедневно с 10 до 19 часов в большинстве пунктов акции. По всей Москве работают 14 штабов. Адреса вы сейчас видите на экране. Также с их перечнем можно ознакомиться на портале мост.ру. Принимают продукты, одежду, бытовую химию. Пострадавшим и беженцам сейчас многое нужно. Детское питание, соки, подгузники разных размеров, зубные щетки и пасты, бумажные полотенца, влажные салфетки. Все, что приносят в штаб, волонтеры заносят в специальную базу. Проверяют сроки годности, фасуют по коробкам и отправляют на склад. Более 250 москвичей уже пришли к нам в штабы, принесли большое количество необходимой гуманитарной помощи. Также откликнулись и организации, это и образовательные организации, органы власти, бизнес. Тоже прислали нам большой объем гуманитарной помощи. Объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, также Москонцерт и Народный фронт. Принести вещи и продукты можно в ДК имени Горбунова на Новозаводской улице. Сбор организован с целью помощи пострадавшим и людям, которые сейчас эвакуируются из Курской области. Приносят гуманитарную помощь, продукты, одежду. У нас целый список есть, который согласован с Народным фронтом. И по этому списку мы собираем и медикаменты, это средства первой необходимости. Сергей Собянин рассказал, сотрудники столичного комплекса городского хозяйства за сутки обустроили в Курской области 24 пункта со всем необходимым для временного проживания. Общая вместимость до 20 тысяч человек. Волонтеры Общественного движения Народный фронт и активисты молодежного крыла организации эвакуируют сюда пострадавших. Они все предоставили, все просто. Я просто вот, что-то у меня может быть и было. Но они спрашивали, что надо, может что-то еще надо будет, или что-то принести. Это действительно тот уют, который вот дадут дома. У нас ни крова, ничего нет, нам предоставили, слава богу. У нас крыша на головой есть, у нас есть. Это наши дети в тепле одеты, нам выдали поспать ночью. Я не знаю, это благодарность. Ну что, им-то мы приехали. Ничего, мы теплого ничего не брали. Мы даже шлепанцер не взяли. Позвонили 112, и вот это нам помогли сюда встроить. Кормежка отличная, три раза в день. Всего сейчас сюда из Курской области эвакуированы около тысячи человек, в том числе больше 700 детей. И люди продолжают пребывать. В лагерях пострадавших обеспечивают питанием и одеждой. Елена Любимова, Константин Саушкин, Денис Беляев, Александр Савельева, Москва, 24. Продолжение следует...